почему у кошек такие странные отношения с водой традиционно считается что кошки и вода малосовместимы мы привычно верим этому утверждению хотя если разобраться аксиомой она вовсе не является дикие кошки начиная с тигров с удовольствием купаются охотятся на плавающую дичь и вообще вольготно себя чувствуют водной стихии домашние кошки живущие на кораблях или на побережье тоже прекрасно плавают причем преодолевают порой значительное расстояние многие квартирные жители также получают удовольствие от заплывов в ванной игр со струйкой воды из крана и ныряния в аквариум за добычей не забываем подписываться на канал и конечно же поставить лайк есть правда и такие индивидуумы купать которых можно только надев бронежилет однако это все же скорее особенности характера конкретного животного даже человеческие младенцы порой заходятся в крики не хотят принимать водные процедуры допустим кот все-таки пережил купание ему необходимо два-три часа усердно вылизываться чтобы привести шерсть в порядок питомцам не нравится запах хлорированной воды из крана а при попадании жидкости в уши им грозит воспаление кошачьи отличаются природной пугливостью и животное не видавшая воды будет относиться к купанию настороженно последняя причина иная температура тела у питомцев она значительно ниже чем у человека теплая по мнению хозяина вода кажется любимца ледяным душем как же котенка приучить купаться идеальный вариант с детства с игрушками с лакомством с комфортной температурой воды чуть теплее тела для начала в небольшой емкости сушить кошку нужно в большом мягком полотенце фену животное приучают постепенно чтобы с самого начала не испугать питомца длинношерстных кошек после мытья нужно как следует расчесать чтобы не образовались колтуны а вот совмещать купание и стрижку когтей можно лишь в том случае если у вас очень спокойное животное иначе протестующий против педикюра кот и к мытью будет относиться отрицательно а как ваши котики относятся к купанию когда дело доходит до питья большинство собак не сильно разборчиво низко с водой или грязная лужа в парке им в принципе без разницы но кошки это совсем другая история одни не будут пить из миски с водой если она стоит рядом с миской с едой другие предпочитают только питьевые фонтанчики или кран на кухне есть кошки которые не будут пить из пластиковой или металлической посуды вы ставите мисочку полную свежей воды перед вашей кошкой а она так и остается нетронутой но стоит вам приоткрыть кран как кошка тут как тут чтобы лакать падающие капли капающая вода из крана может быть вкуснее потому что она прохладная и насыщена кислородом плюс движение воды делает ее более привлекательной вы наверное замечали это наблюдая как кошка играет лапами со струйкой воды поскольку современные домашние кошки произошли от клетков живущих в пустыне у них слаборазвита жажда и поэтому вы должны быть особенно осторожны чтобы у котика не было обезвоживания что может привести к мочекаменной болезни не забываем подписываться на канал и конечно же поставить лайк а а а Субтитры создавал DimaTorzok